Ну, как эта выставка появилась, я впервые узнала о Василии Павловска, вот Евгения Николаевича Золотарева здесь присутствующего и стала искать в сети и нашла информацию о выставке 12-го года в клубе «Кафе Март», организованной Галиной Ельшевской. Ну, и как-то, в общем, больше ничего особенного такого, какие-то материалы были, но как-то больше вот такого чего-то чрезвычайно насыщенного я найти не могла. Потом в наш, значит, век высоких технологий и всеобщей коммуникации я не могла больше года найти Александра Павловского. Это был какой-то заколдованный круг, у меня не было, у меня были телефоны, у меня было все, я не могла с ним связаться. Наконец, я попросила уже почти слеза от того же Евгения Михайловича, и он нас каким-то образом соединил. И так появилась эта выставка. Собственно, почему мне так хотелось ее сделать, потому что в открытом клубе есть такое направление деятельности, монографические выставки. Очень хочется показать людям то, чего они не видели, что мало кто знает, как-то открыть для людей какие-то страницы. И особенно, конечно, это интересно в том смысле, что, безусловно, Василий Павловский может быть отнесен к художникам авангарда. И тем не менее, это очень специфический авангард. Это не авангард первой волны, да он и не попадает, в общем, собственно, ни в первую волну, ни в вторую. Это не авангард первой волны, когда люди хотели переделать мир. Это не авангард второй волны, когда люди хотели переделать общество. Это авангард, вот как я его про себя называю, это тихий авангард, который просто для жизни. Потому что, насколько я понимаю, насколько я знаю от Александра, Василий Павловский хотел вот эти скульптуры, так не хотел, а мечтал бы, наверное, вот скульптуры, которые он делал, хотел бы сделать парковыми, и уже из более пробочного материала. Может быть, поскольку он был художником-монументалистом, может быть, он видел здания, которые вот украшались вот таким образом. Это эстетика жизненная, эстетика очень близкая нам, несмотря на то, что она нереалистична в больших кавычках, она, тем не менее, очень человечная, очень к нам близка. И это авангард для жизни. Он очень медленно и постепенно, и это тоже войдет в нашу жизнь. Так как, как вошли, я не знаю, там, ну вот идешь по улицам, смотришь на женщину, понимаешь, что у тебя просто выходит галерея, работа Варвары Степановой, да, вот просто платье, просто так, ну так. Когда-то что-то придумывается впервые, а потом оно входит в жизнь, оно становится бытом. И я хочу попросить Александра Павловского показать нам, собственно, героя нашего вечера, в фотообразии и в нескольких работах, а потом у нас пойдет в следующий программ. Не слышно ничего. Саша? А, Саша, не слышно, возьмите микрофон, нажмите кнопочку. Я хочу сказать, что поначалу, что Василий Павловский, что Василий Павловский, его изначально, наоборот, в среднем кружечнику. И с самого начала ему все указывали, все предполагали, что он в среднем кружечнике очень больших. Ближе. Мы сказали, что голова Ваня, в том числе его качал наоборот, не в таком, да, Марина Кузнецова, Фаворский, любой круг нашего общения. Да, что-то не то, да. Да, что-то не работает. Не работает? Да, то есть я. А вот так слышно? Да, так слышно. Саша, говорите, вы микрофон непосредственно. Да, отец Василий Павловича закончил. Вот так его надо держать. Закончил путемасу, да. Вот так его надо держать. Себе-ксебе. Ускорите, пожалуйста, кто его держал на руках. Да, на нее там руках. Везли прочие ленинцы, художники изначально. Вот так и баловали у нас себе. Вот, но затем рождился второй ребенок, был у матери, был также художницей, за ним третий, четвертый. А затем война. Война и война подкрасила силы. Это, короче, наша семья. И, к сожалению, мать Василия Серафимовича мировалась у него два года, на год в 54-м году. И в дальнейшем рождь семьи вот начнется с Серафима Мостова. обыкновенный подвижник, семейкатор и автор альтернативного учебника в живописи, который вот сейчас вот телевизм я вот еще представлю. А то, что мы видим сейчас на экране, это портрет работы Марманы. Василия, вот, и тело на счет. Он очень рано был увлекался с культурой. Будет карабинное моделирование. Еще такой портрет. Саша, микрофон. Здесь, да, Василий с браком Шурой. Он еще не подошел, он подойдет. А при портрет его мамы. И вот все четверо детей и бабушка в нашем доме в Коврине, где очень маленький прожил, я его буду называть, для вас еще прожил всю жизнь. И рядом с природой был у него определяющим. Поскольку его абстракции, это, в общем, абстракции неурбанистов, на всем каком-то понимаете. Вот они, с отцом. Вот, значит, Василий Серафьевич поступил. Вы знаете, по-моему, потом, что у него не очень стало нравится. Он советовал в архитектурный институт. Вот вы видите его слева, вот с края. А посередине он уже тогда занят в Вознесенске. Они учились в воде. Также в архитектурный институт был и брат Шура. Так, это на фоне Раяля. Уже тогда Василий Серафьевич очень увлекался музыкой, его опера особенно. Но тогда это было точно доступно вообще в то время, вообще-все. Сталину. Это Серафим Александрович с сыном Василия. Он был недолго женат, два года. Мы породились в семье достаточно известного художника Романовича Сергея Михайловича, если кто-то знает, да? Болуборозовца. Василий Серафьевич, сын Андреев. Это уже он живет один со своим котлом жительством. И, в общем, он так и прожил в своя накопленной квартире в Ковине. И вот это уже кислоттычный был где-то, когда у него обнаружили паркетсионизм. И, в общем, в последний день в жизни он был неходящ практически. Но при этом ежедневно работал, стучал молотком и так далее, и так далее. Так. Это в Ковчеге одна из местного коллективных. Вот сюда вы видите Эларион Горицын, художник. Я не всех знаю. Вот Красулин. Поступает Сергей Сафронов. И вот там сидит с Романчицей. Будет себя дома. И вот приближающая соратница. она здесь присутствует. Прекрасной художник. Они работали в Несон. Не знаю, сколько лет. Делали совместные выставки вот за границей. Вот, Елена Александровна, вы можете сказать, обоим, похоже, да? Он здесь за глазу слушает. это дом, он для нутриц в Иерарху. А это страница из книги у отца Серафима Павловского. Как видите, вот подпись «Цидаря, музыкальный жанр». Так, это я как еще. Это к вопросу о системности, так сказать. Это можно отдельную лекцию сказать. Но вот вы видите, что вот отец Василия Серафимовича доводил до системы, он никто не догадался в гамму каждого месяца в году как представить в цветовом виде, да, и заправить просто лентарно-годовое, годовое хорошее. Это именно для нас среди полосы. Вы закрываете. Цвет времени. Так, мы видим пример работы Василия Серафимовича в качестве художника-монентариста. Он был подмастерен у своего отца, конечно. вот это по-моему для какого-то безинограда сделано в фронтах в фронтах такого бассейна. Это его работа в Концентрском бюро по распределению после объекта института. Знаете, что это? Это зеркало или бритья с подсветкой. Вот. Убритение. Ну, внедренное, скорее всего. Вот. И, для примера, я подобрался в небольшую серию его натурной живописи. Посмотрите, это левобережная. И вот это водный стадион. вы видите, там далее вот порт. Вот так. Да. Ну, вот видите, здесь уже эритмические моменты возникают этих дизайных вещах мезоречного плана. Это, конечно, потом просто образец уже с автарцией. Это тоже декоративная панель для такой помосковской выставки. водовой, да? чуть-чуть портретов. Портрет Елены Преинской художницы я тут точно вот не могу сказать. Елена Александровна, когда это было? в этот портрет где он? Пусть. Елена не помню. 73 года, наверное. Да, да. Сан Саныч Розенгин, большой друг из детства, ныне президент Моцарцевского общества и переводчик его писем. И не только Моцарк первичен. Модер Морты. Модер Морты как у многих Ван Гога поначалу. У нас в семье было, конечно, как у многих худ Ван Гога. Вот такие тоже простые сюжеты очень крутые после данного после Лук данный мутер гранатичный такой Дело Тут влияние, видимо, Матисса. Портрет его на Луга художник Ребать Евгеньевна очень хороший художник тоже монеталист. Вообще можно сказать, что в Советском Союзе именно адсоркционистам было оглушено именно на Монганде картинное искусство и все сказали где можно от свободы работать. Моцарт большая серия не только музыкальной композиции но и паркет Моцарт Бах и далее уже период пошел божный врыв 80-х годов до бупажа пошли и так далее и так далее и так далее бупажа образить бумага не покупная это специально расспрашивался и потом резался на этом я могу закончить какую-то часть не но и еще попросим Александр нам что-то рассказать показать а сейчас мы видели реалистические работы поглубского а здесь конечно работа которую что такое реализм уже не знаю что такое реализм а мы же не понимаем что то есть мы понимаем что реальность это не только те вещи которые мы видим мы же понимаем что реальность это те формы которые лежат в основе этих вещей и отсюда идет желание павловского как мне кажется передать эти формы главным именно эти формы не вещи не предметы мир не предметный ряд а какие-то основные как будто архитектонику мира будем сажены поле смотрите еще один слайд фильм через какое-то время а я хочу просто вас подготовить у многих из вас есть каталог мы в этот раз решили не только изображение включить в каталог но и какие-то размышления василия серафимовича техника моих работ как правило нетрадиционная меня привлекают простые не аристократические материалы декоративная природа которых однако таит в себе огромные изобразительные возможности песок кирпич древесные опилки проволока шланг и другие подножные материалы все они привлекательны для меня как своей доступностью так и изысканностью вот эта степень совмещения доступности и изысканности по-моему очень интересно редко кому она удается тоже тоже прочитаю совсем немного калаш конечно же не только изобразительная техника калаш это несомненно мировоззрение художника прибегающего в своем творчестве к содружеству средств выражения с целью максимального обогащения композиции техники калаш счастливая возможность усиления эстетического воздействия средств выражения на зрителя путем расширения ассоциативной стороны изображения возможности калаши исполненного с должным вкусом экономии и за средств творческой фантазии безграничны я хочу сейчас пригласить сюда художника который на деле доказывает что возможности калаши безграничны причем свою связь с творчеством василия павловского подчеркивает я имею ввиду евгения золотарева евгений михалыч я вас сейчас приглашу выступить вот и собственно евгений михалыч золотарем недавно вышла книга и меня совершенно потрясло что на фотографии заставочной в эту книгу он сфотографирован со скульптурой василия павловского то есть вот такое обозначение преемственной связи между двумя мастерами евгений михалыч про что скажете про жизнь про жизнь это хорошо я вроде как могу сказать ну буду байки рассказывать как мы с уасей павловским познакомились это был шикарный мать 50-е годы какие-то 55-е в этом роде а может раньше выставка павла варфоломеичу кузнецову в цыгрику еще пять там заветели и сам павел варфоломеич которого на самом деле Василий обожал и ходил при случае когда случалось им столкнуться он за ним ходил на цепочках и записывал каждую фразу случилось далее следующее варфоломеич был такой человек невысокий даже весьма невысокий и вот какой-то посетитель здоровенного телосложения пристал к павлу варфоломеичу какого хрена он так плохо рисует как он так ему пристал то никак бедный павел варфоломеич не избавится ему тут мы с Васей довольно хриткие существа по тем временам взяли эту молодца с двух сторон хорошенько из этой замечательной лестнице старого цедри его спустили вот отсюда произошло знакомство не сговаривали Сергей Михайлович? ну мы то есть просто так подошли мы увидели что происходит безоправие как-то вдвоем синхронно подошли взяли и понесли вот именно да и с этой поры значит началась самая дружба которая была странной и прерывистой и так далее но тем не менее а Александр Сергеевич вот у нас выступая упустил один колоссальный момент деревенского ховрина и этого дома с хорошим садом где в этих четырех сыновьях воспитываемых без матери жил замечательный человек Серафим не заря был назван вероятно Серафим Александрович Павлович и в ту пору когда в Гуртинском музее были всякие подарки Сталину и так далее там был колоссальный художественный центр Куда стекались художники для сельских бесед где обсуждалось творчество Вильямира Хлебникова это был такой очаг настоящего искусства, настоящей культуры и отсюда значит все и пошло потом Василий учился когда в этом самом архитектурном институте какой-то более сложный диплом он придумал где было очень много чертежей и есть масса народа ему помогал все это происходило на задворках бывшего дома крестьянина теперь там взяты на трудной площади а прежде это были публичные дома и институтов телефонов не хватало поэтому значит туда куда пересеяли и там они сочиняли такую проект дел кисточку выдали нам дом публичный и сделали диплом отлично это отличный диплом Ваське помогал нам человек десять что-то честно дальше в архитектуре он никому не не приспособился не приспособился и в этих самых монументальных делах потому что он человек был со странным по-настоящему выгонал понятия например не давал взятых а там в общем-то это было совершенно принято для того чтобы будучи в штате штатным работником получить заказ этот взяток на двух коммунистов что про что еще он рассказывал ничего не изменилось но ничего не изменилось пока он надо сказать что характер был такой очень специфический а что касается этих вещей то во-первых вы видите что они с идеальным художественным способом чего сейчас вообще редкость неописуемость совершенно неописуемость а как это все назвать я бы это назвал камерный монументализм низпомоечных материалов а вот облагороженное все по-моему до предельной степени по-моему 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 или по-моему по-моему Но какие-то старинные местные жители говорили, что Ленино-дачная возникла из-за чего названия. Была такая блатная ленка, которая держала там какие-то сдающиеся строения. И по этому поводу это место так и называлось. Дальше мы оформили Ленино-бездачную под названием Ленино-бездачную. Оформили ее каким-то салютом и черт знает чем вообще помпеву. Естественно, итальянская мозаика. Она и есть. Так это все прекрасно было оформлено. Но дальше случился архитектурный перевод социалистом. Когда Лужок устроил этот терем из-за культурных развалов, какое-то тоже невменяемое сооружение. Тогда на всю эту Советщину было использовано новое название станции метро. Из Ленино оно стало царицей. Но есть даже три буквы, которые там совпадали, остались. Там оно царица. Однажды я спускался после выхода из марта с иностранцем. А там над эскалатором портрет. Он спрашивает меня, это что? А там быстро проходит. Я говорю, это Екатерина Вторая в кепке. Если не останет, даже не заметил, что она с бородой. Значит, вот вам примерно к чему приводилась некультурность заказчика монументального. К тому, что литературное содержание, изображение «Я» содержит все анекдоты. И когда эти пять анекдотов друг на друга наслаиваются, получается такой сюр, который никому цену в Атурдаре никогда не снился. И мы в этом живем спокойно, этого ничего не замечаем. А вот Василий был против этого всего, вот таким образом, который я на это, пожалуйста, верну. Спасибо. Елена Александровна. Я хочу представить Елену Александровну Фрейс, которая соратница, которая так же, как и Василий Павловский работала в той же самой, примерно, стилистике. Ну, в той же самой не может быть, естественно, да. Но в том же направлении, направлении может быть. Что я могу сказать? Я не знаю, что я могу сказать, я вас держу. А что я имею в виду, что было скромно? Я не знаю, что я могу сказать, что... Ну, мы действительно с Василием вместе работали, наверное, около 40 лет. Поэтому, конечно, я же хорошо даже узнала уже. И вот я, когда кончилась жизнь, то я написала маленькие воспоминания, которые так назвала художник, мудрец, человек. И, как бы, я хочу... Я хочу тогда начну с того, что... Я буду так... Я буду так... Да, так. Я буду так... Я буду так... И был Лев Тюлевев тоже, который уже был знаком с Васей и даже должен с ним. И он в каком-то споре об искусстве он сказал, а вот у меня есть друг, который через год годов не станет, он умрет. Как мы все удивились, что происходит, а он говорит, что такой человек, который занимается искусством, больше ничего не хочет знать. И не делает никаких усилий, чтобы как-то, ну, практических усилий, которые как-то будут лучшими в жизни. Ну вот, конечно, это меня невероятно вообще удивило и возмутило такая история. И вскоре мы познакомились с того же Льва Тюлеева. И это, конечно, изменило вот жизнь в том смысле, что Вася, конечно, не умер от болта, а я стала художником. Потому что он просто явился каким-то университетом для меня, потому что на самом деле у меня было образование химическое. И мы стали с ним очень много общаться и работали вместе. Ну вот я хочу что-то, в общем, сказать. Вот он такой был человек, который, вот если он избирал какое-то направление для познания, для любви, то он вкладывал туда все силы. Он старался сделать все, чтобы в самом деле познать эту историю, какую-то деятельность, которая ему показалась интересной. Вот несколько направлений его неуклонного интереса я сейчас хотела бы назвать. Ну, во-первых, это фотография. Во-вторых, история. История в основном, история Петра Великого, очень любил Петра. И вот, конечно, я потом расскажу, что он очень увлекался корабельным манулированием. И поэтому он знал все сражения. И когда он рассказывал, то людям казалось, что он просто не участвовал когда-то. Трудно было поверить, что можно знать столько каких-то мелких всяких деталей. И как этот турецкий флот уходит вообще под воду. И какие там, в общем, все, мелочи. Был очень интересный его служб. Некоторые просто удивлялись очень, что можно. Вот. Ну, вот моделирование кораблей. Это, конечно, тоже удивительно. Его было такое увлечение. Это, значит, вот сделаны им исторические модели, корабли. Они настолько, во-первых, он не скрывал их рукотворность. Вот, самой модели. Во-вторых, многолетняя пришвартованность на кухонной полке, потому что другого места не было, он превратил эти модели в такие, которые уже прошли какие-то испытания невероятные. И, в общем, превратили их в произведение искусства, захватывающее труд. Ну, вот, еще можно, пожалуй, хотелось бы отметить его очень хорошее владение словом. Он писал очень красивые, интересные письма вообще. Ну, кроме того, у него был такой устный жанр в утопии. Вот у него, вы видели кота Жутицкого, который он очень любил. И о нем была, ну, бесконечная история, которая создавалась иногда на глазах у слушателей. Она постоянно росла, была бесконечной. И, значит, там было, в общем, много всего очень интересного. Она, к сожалению, погибла вместе. С концом жизни Вася. Вот. Ну, вот, так просто я немножко что-то вспомню, что жил Жутицкий. Ну, и вся там, конечно, там были и киты, и коровы. Масса всего. Это была бесконечная история. И жили на собаковые все эти кошки, ну, собаки. Значит, были там много почтовых отделений, где, вот, как Василю уверял, там раскисывались кошечки, расписались собачки. И, в общем, такая же жизнь оживленная. Ходил троллейбус, где были всякие там остановки. Кабачок под Патлами, театр Ордеон, Никотлошка, Котулашка, но всякие другие. А тут Жутицкий и вся его братья, конечно, считали себя львами и кошками его все. И, да, и, ну, Жутицкий кончил, конечно, ревицей. И старый кот, как рассказывают, он, в общем, его на экзаменах, на выпускных видел и в группу сходя, лохусловил. Ну, вот так, таким вот играми словесными занимался Бася. И тоже это его, ну, в общем, это скарактеризовало. Очень интересно это было. Да, вот, ну, там же вот такие меткие были замечания у него часто, которые потом просто входили в нашу жизнь. И мы, ну, например, мы ходили на этюды, и потом, когда приходили, смотрели, делали какие-то там свои замечания, говорили. И вот он, рассматривая мой этюд, сказал, вот этому дому ты уделил такое внимание, ну, как будто бы это дом друга. Но после этого уже всякая вещь, которая была незаслуженно, слишком отмечена в Нутерморте или где-то в какой-то композиции, уже называлась домом друга у нас. Ну, так, как будто он, конечно, очень много. Он действительно мог пренебрегать едой, деньгами, всем, чем угодно. В общем, походом в магазин, чтобы как-то там что-то улучшить, какое-то состояние. Потому что вот это всё маленьким крошечным артихином намазывалась скульптура вообще. Это масса, несколько, то есть десятки слоёв, которые должны были высыхать, потом снова чуть-чуть подмазалось и снова высыхать. И этим он мог заниматься бесконечно. То есть он преследовал цель своей деятельности с невероятным упорством. Ну, конечно, он пренебрегал. Он говорил, что мечтает и половина делает. В самом деле, ну, это было трудно, правда, поверить. Но всё-таки постепенно я, пожалуй, поверила. Ну, когда я что-то очень настаивала, сделать что-то в его квартире, что-то улучшить, он всегда говорил «потом». Да, однажды всё-таки спросила, когда потом? И получила ответ «совсем потом». Ну, конечно, результатом от меня появилось очень тяжёлая болезнь у него. А в 2009 году, в октябре, Васе не стало. И вот он так прожил свою жизнь. Очень много работал. Ну, так, целеустремлённый и небесполезный. Я попрошу, приглашу Татьяну Викторовну Таилю, которая скажет сама. Ну, я просто хочу о несколько слов. Значит, 45 лет назад, 29 октября 1971 года, я познакомилась с Васей Павловским. Его привёл мой муж Лёва Тюреньев. Идите сюда, пожалуйста. Его пришёл в метро, они встретились, Лёва Тюреньев с Васей, а у Льва было рождение в этот день. Значит, он его привёл, Лёва быстренько отключился и заснул на столе. Как ему удалось. Ну, в общем, а мы с Васей, значит, начали беседовать, включили Брамса. И вообще, значит, изысканность Васи беседы у нас такая простая. Таких вообще людей не встречала, не говорили там художники, не художники. Таких вот просто тонких, ну, умопомрачительных я не видела до этого. Значит, вот оттуда началась наша трудба с Васей. И вот сегодня, придя на эту выставку, я поняла, что всё то, что я почувствовал тогда, познакомившись с ним, ещё с молодым человеком, достаточно. Это чувство и природы, и музыки. И вот это я увидела всё на этой выставке. Это отобразилось вот в этом пласте его творчества, мне кажется. То есть, так сказать, я как встретилась вот через такой большой срок. Ну, и мы дружили всю жизнь. И мне хочется вот сказать, что все мы должны будем дарить Лену Пресс, которая настолько помогала Васе во всей его жизни. Всё это мы знаем, и все вместе дружили, и так далее. Мы очень благодарны Александру Павловску за то, что он привёз нам вот этот объект. Это рабочий мольберт, который, я думаю, что уже, вот он сделан вручную, тут со всякими ящичками, тут со всякими штуцами, со всякими выдвигающимися полками. Вот. Для всяких разных приспособлений. В общем, понятно было, что человек действительно очень скрупулённо работал, он очень внимательно подходил к тому, что он делал. Поймите правильно, если здесь представлена одна, 50-я часть того, что сделал Павловский, то это, наверное, хорошо. А может быть, она и не представлена. Но мы выбрали вот одно из направлений его творчества, решили вам его показать. И сейчас я попрошу Сашу Павловского, Саша, Саша, сейчас он привез, Саша. Покажите нам, пожалуйста, это ещё одно направление творчества Василия Павловского. Это вещь вообще замечательная, страшно интересная. Но мне, как исследователю, она вообще безумно интересна. Это записные книжки. Вот. И Саша подготовил фильм. Погоди, я подготовила... Только в микрофон. Саша, вы же понимаете, что никого не слышали. Кроме того, по одной линии, очень важно, когда вы определяете, что вы абстракции, но вот я не даёт апофатическое определение, потому что, в принципе, это многозначный термин. Абстрактное искусство – это просто не фигуративное искусство, да? Вот на отрицательном пространстве. И я сейчас прочитаю один напрямок небольшой. Вот об идее абстрактной. В настоящее произведение идея его должна чувствоваться уже в малейшемом фрагменте. Как, например, в орнамике форма рисунка пустот также выражает идею, как и форма заполнения. Видите, простота, да? Идея пустоты, как важно для абстракции. Дрительность пауз также выражает идею музыкального произведения, как и длительность веков. Примитивные рассмеятия вульгарных материалистов всегда отделяют от промежутка и звук от паузы. Первое они замечают, второе – нет. Этот порог извинения происходит от повышенного интереса к анекдотической сценарии в стране произведения. К тому, что изображено, а не к тому, как. К тому, что ставят на первое место художники из зрителя, что или как. Всегда можно сказать о его уровне развития, о примитивности или сложности его восприятия, или способе выражения. Для того, чтобы постичь идея вдоха и выдоха, скульптура, например, необычайно полезна не только складывать, но и вычитать. Опять есть минус. Почитать объемы. Я покажу вам, с чего он начинает. Вот пример. Сначала это просто линия, как в своем роде, как он говорит, кардиограммы состояния природы. Простой ритм идет, да? Простой, с паузами, как вы видите. Дальше идет осложнение этого ритма. Вот распадение на какие-то голоса. Испадающее что-то. Параллельное замечание, приголосие, да? Далее идет, еще и вот оправляется, вот опять-таки напоминает, да? Солоков какой-то. Оправляется музыкальное название, в чем жанр? Жанр, да? Олегро, как так далее. Их. И даже иногда авторы музыки определенные. Например, справа внизу Страминский. Далее мы видим некоторую материализацию. Материализацию в гаде этого модульной каречной инвенции. Коричные инвенции. Это все один и тот же блокнот идет. Затем ноги ворот. Тоже в виде фрагментарной. Тоже в виде цельной. Вот в этом вот, несмотря на паузу. Такие вещи. Такие. И вот здесь интересный момент, когда мы видим, как бы, некоторые фигуры, вот, как бы, я вам покажу, да? Вот мы видим, что они наложены, вот эти фигуры, они сверху. Но уже здесь, например, мы видим, что между ними появляются еще какие-то фигуры. Видите? Вот это и есть вот эти вот пустоты, которые имеют форму. И они так же важны, как и сами фигуры вот эти. Следующий момент превращения, когда мы уже не различаем пустоту от вещества. Вот это и вот вещь. Концертный синий цветок, как вы можете видеть, да? Как вы видите, здесь фонотерический принцип, вот с точками, с пользой, да? Который строит пространство. Еще пример. Посмотреть вот эти белые пятна, они имеют четкую форму. Если это подвижение, мы видим, что линии нет соединяющих. Нет, а мы их чувствуем телеги. То есть, речь идет в данном случае о мнимых линиях. Вот вы помните, наверное, работу слышали в немности к геометрии, да? Вот тем, которые занимались и Лоенским, и Богорским. Это застолье. Так, что все вибрирует, все вибрирует. Здесь скроют точек, очень важно. Полосатость такая появляется. Тут тоже музыка, и тематика. Дальше вибрируется, это такой башка. Совершенность простых материалов. Даже спички используют. Поединок самураев. Еще некое облако там называется. Да, так вот, по отражаемой линии именимые формы, они сюда пришлись. Вот их видео, и он их передавал. Здесь еще одно произведение, где мы видим полный форму, форму настоящего декабря, дарисы и ветками, которые несут память формы. Формы нет, но она и есть. Это рельеф из его большой серии метопы. Метопы храма природы. Где опять мы видим белые формы, а между ними вот эта фактурная, фактурная форма оказывается, но она же и фон. Она же оказывается и фоном, то есть, у этого ее нет, но она возникает, потому что она зажата другим формам. и она начинает чувствоваться. Ну и заключение вот еще такие вот. Когда одно в одном, и мы не знаем, где реально, где нереально, где что, что, где, что оправляет. Справа работа называется «Зародыш», по-моему, зимой, да, так, сниг, растение, но нельзя это было, растение. Вот, еще метопа его храма. Дептихи, в дептиках, дептихи, также, ценность дептиха в том, чтобы они между собой координировались, и в умерении между дептихами они тоже составляют по-какуту форму своей, да, края дептихи, серой структуры, так и середине. Лев, гептих. Кстати, называется этот дептих «Юность и старость», слева «Юность», примерно «Позвоночник», а старовольная конструкция. Вот, еще по мотивам конца, если вы слышали, о таком, фронтальном скульпте, Солнце и Луна, где также линии переходят, и втекают слева, слева-лево-вправо, видите, совпадение, да, мы их подсознательно продолжаем, это не нужно, если учить, в основном, что сама скульптура, да, эти митмы, вот, включить на свое пространство, то есть вы, и вы, вот, если вы вышлили, да, погоня, у нас вещество погоня называется, тоже вы видите, что здесь соответственно, как бы одно входит, одна форма, готовы войти в другую, вот, пациент, это гиптех, да, вот, еще когда возникает третья форма между двумя, еще пример, и вот дальше пошли, пошли скульптура, где центрами является пустота, цена, значит, посмотрите, вот эти пункты, вот это, вот это скульптура, кстати, Роский музей, я думаю, вот это еще рядом, мы видим опять, вот еще, твой изи, вот эта форма, видите, мы видим еще, и вот трехмерная форма, которая вывезла буквально из пустоты, но она ощущается как форма, как потенциальная, потенциальная ненема, и дверица, в ближайшем Жарусском музее, как сказать, большая, вот, это то, что вы видите здесь, и вот пример, не абстрактный, но, вот видите, вырезал, из манеры вырезал, а вот то, что осталось, тоже составил отдельное произведение, тоже построенный нам мимо и, в общем, Олег посильнее прикольно. Ну и в итоге он приходит вообще даже к отсутствию фактуры, вот смотрите, уже полуока, пошла полуока, то есть уже очень малая факту, да, возможно. Это дым называется, это дымство и дыма. И вот смотрите, пошли полуокнины, да, где вы чистые девушки, капачка полокончик, ничего уже практически не говорили, и святого цвета, да. группа танцующая пара. Вот посмотрите, в принципе, на счету эскиз, где удивительно, он их поворачивает, да, надо, 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 какими вам, проопражениями, иметь, чтобы их на волокно поворачивать, и поворачивать, и конья с красной, вернуть их там, либо с чем-то. Таких композиций очень много, и я считаю, что это достойно какого-то большого сайта, и я надеюсь, что появится, вот, какого-то издания. Ну вот последняя композиция, смотрите, вот видите, какие-то фитборы, да, вот это задание, вот прикасович, увлекался таким, таким рисунком одной линии, да, вот вы видите, такие прикасовые рисунки, но вот здесь, смотрите, лира голова, как низ, как-то голова стихи, да, но есть он зато, если мы подумаемся, то мы перевернем эту работу, перевернем, да, то уже положительной формой станет отрицательной, наоборот, здесь, опять вот, нервничаем, мимо формы, реально положительной отрицательной. Ну, на этом я пока пока, господинчиков, спасибо вам за внимание. уходи. 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 Если есть какие-то вопросы, мы не сказали, мы не сказали, девцы, вывезли. Вот, к сожалению, и радости, мы исчерпали нашу программу, если кто-то хочет еще сказать. А как? Ой, да, Катя. Прошу, прошу, да. Мне не сказали, где можно посмотреть другие работы. Другие работы можно посмотреть тут. Я готовлю сайт, просто будет сайт, да, в фейсбуке, вы можете найти у меня в фейсбуке по тегу, они собираются сразу в один ряд. Я сейчас напишите, чтобы вы посмотрели. Вот. Александр, Василий Павловский, сейчас, как это, не кричать, ЗМС, по-английски, хэштег, Василий Павловский. И еще, а в живую детку, в живую? Ну, это трудно, вот, как в живую. В живую, это только в мастерской, но это будет складировано просто, это работа хрупкие, это так, это трудно. Так что, надеюсь, это не, надеюсь, будет выставка, выставка будет. Я прошу, прошу еще несколько минут, вашего внимания. Да, вот. Давайте Светлан послушаем. Я просто написала сейчас, вот так, в первый раз, видит художника, поэзи, и словес, древнеуская хорьба, сусловка, корольца, бездискотворения. Вот тут есть культура феи дюйма. Феи дюйма, словно по сути, называется песок, танцы, бесконечные числа, песчей. Шорох, груст, гребнестар, поют, неодоримый, но и гребнестарь. Спасибо большое. Ну вот, а теперь мы можем просто общаться. Может быть... Здравствуйте. Продолжение следует...